О, отобразилось. Всем привет. Это должно было быть вчера, но заболел, выздоровел, приехал. Рад с вами оказаться. Немножко о себе, давайте познакомимся. Я руководитель разработки, участвовал в проектах Sportmaster, Osten, Fila, Columbia, все, где вы можете покупать спортивные товары, Sportmaster. Разрабатывал витрину вторичной недвижимости в Авито и новый сервис Premier Partner. Сейчас занимаюсь тем, что делаю счастливым наших клиентов, клиентов Тинькофф, когда они попадают в сложную ситуацию, делаем систему, с помощью которой автоматически, с помощью ботов или вручную, с помощью операторов, максимально быстро и качественно даем им поддержку. Я руководитель разработки клиентского сервиса Тинькофф. И на протяжении своей карьеры использовал много инструментов, использовал в основном Jiro. Какими-то моментами меня Бог посылал в Redmine и в Tableau. В смысле не в Tableau, а BI-системы Tableau. И в общем-то с какого-то момента пришел к тому, что удобнее использовать ЕМАКС. И сейчас расскажу, как я работаю. На самом деле сегодняшний доклад я посвящу тому, что опишу свои будни, как я руковожу разработкой в своих командах. Ну, собственно, давайте небольшой тест. А кто пользует ЕМАКС каждый день для разработки или для чего-то остального? Давайте раз, два, поднимайте руки. Три, четыре, окей, пять. Давайте другой лагерь. Кто Vim используется? Там Vim. Фига, каждый день Vim используетесь? Класс, дофига людей. А давайте какую-нибудь экзотику. Я точно знаю, что здесь есть такие люди. MC Edit. Да ладно? Так много. Я думал, будет только одна рука. Окей, круто, круто, круто. Ну, кстати, вот для тех, кто Vim используется, вы можете быстро перейти на ЕМАКС, потому что там есть Evil Mode, есть Doom Max, который умеет это делать. Собственно, а зачем это делать? Потому что в ЕМАКСе есть оргмод. В Vim нет оргмода, а в ЕМАКСе есть оргмод. Оргмод – плагин для ЕМАКСа, который умеет делать все то, что делает Markdown, плюс личная эффективность, организация тудушек, скидулеров, плюс написание кода. Ну, то есть не IDE, как написание кода, а вот как в Jupyter ноутбуке. Пишешь документ, фигакс, вставил код, выполнил код, заинлайнил результат, пишешь дальше документ. И все это можно экспортировать. То есть берешь этот документ, экспортируешь, код в процессе документа проигрался, картинки погенерировал, текст погенерировал и выгрузился куда угодно, даже в Hugo. Про Hugo слышали? Да, ништяк, слышали. Для тех, кто не слышал. Hugo – это статический контент, рендерит. Собственно, статические сайты с помощью Hugo можно делать. Ну и у меня есть сайт, который я выложил на Cloudflare Pages. Он как раз Hugo. Там мои заметки публичные. Скину ссылку. Ну и планировщик. В ЕМАКСе есть оргмод. В Vimio оргмода нету. Переходите на Doom ЕМАКС. Те же самые биндинги, только с оргмодом. Как еще раз? Все вопросы после дохода? Нет, все есть. Все как в Vimio, точно. Те же самые биндинги. Ну и менеджмент. Менеджмент делится на две части. Self-менеджмент и IT-менеджмент. Self-менеджмент – это история про то, чтобы ничего не забывать, все было под рукой, долго не искать каких-то артефактов, не забывать важные вещи, управлять work-life-балансом. Тоже важная штука. И оргмод здесь помогает. Как видите, правая полоска съезжает за кадр, поэтому тут не уместилось. Там справа есть еще колонка, в которой написаны кибиндинги. Все это можно делать с клавиатуры без мышки. Ну и, соответственно, оргмод – это про создание тудушек, про привязку дедлайнов к тудушкам и умеет все это сгребать из многих файлов и отображать в удобной агенде. То есть много документов, много разных файлов, в каких-то файлах есть тудушки. Нажал на кнопку, все это выгребилось, отобразилось на дашборде и отображается. Артефакты удобно генерировать, удобно этими артефактами делиться с командой, делиться с супругой. Я эту историю дома тоже использую, у меня там есть тудушки, всякие с семьей, и все это там идет. Ну и плюс ко всему удобно искать по тегам, про это позже, про теги позже. На работе мы используем скрам. Про скрам все слышали, много разработчиков, 100% для тех, кто не слышал. Скрам — это двухнедельные итерации. В начале итерации мы делаем коммит на разработку, то есть команда дает обещание публичное, что уважаемый бизнес, мы вот две недели поработаем, вам сделаем такой классный инкремент. Подтверждает этот коммит не просто словами, но планом, показывает, как она будет достигать своего результата, и каждый день, соответственно, он проводит обзор этого плана, смотрит, что все еще актуально, коммит актуален. Супер важные вещи, супер простые вещи, из которых состоит скрам. И ключевое свойство — это в любой момент времени команда должна верить в то, что коммит исполнен. И для того, чтобы эти свойства гарантировать, с командами проводим оп-ревью. Ну, оп, от слова operational review. Operational review — когда мы с тем людям садимся и раз в две недели проверяем, как прошел этот спринт. Для того, чтобы его провести, мы смотрим на end of life, это наша миграция. Ну, то есть какая-то внешняя система говорит, что меня больше не будет, нам нужно сделать доработку нашего большого количества систем, чтобы от нее отвязаться. И это end of life. Жесткие дедлайны, поэтому нужно следовать. Zero bug policy — это история про инциденты спрода. Для того, чтобы у нас не было много разбитых окон, мы говорим, что у каждого бага есть время жизни, время исправления, слейное исправление. И эти слей мы проверяем на operational review раз в две недели с теми лидами. Ну и обзор предыдущего спринта. Соответственно, обзор предыдущего спринта — это процент задач, который мы не выполнили из нашего изначального коммита, смотрим на задачки, которые выпустили, которые не выпустили, что взяли сверхобязательства и выводы в спринту. Эта операция проводится после спринта с теми лидом, когда мы садимся, смотрим, что было хорошо, что было плохо, и делаем заметки. Делаем заметки, что можно улучшить в будущем и что было хорошо в настоящем. Вот эта вот скучная операция проводилась вручную в виде Google документа, спровождалась копипастой, мы открывали отдельно табло, открывали отдельно джиру, переключались по куче веб-приложений. Было супер неудобно. И тут, короче, послушал подкаст, в подкасте ребята рассказали про оргмод, стал использовать оргмод, потом увидел, что можно программировать в этом оргмоде и сделал темплейт о превью в формате орг. Есть джир, у джиры есть рестапи, соответственно, всю информацию по таскам мы можем выгружать из джиры, а поскольку оргмод умеет инлайнить результаты выполнения кода прямо в документ, то я сделал шаблон о превью в формате орг, который вытаскивал из джиры всю супер важную информацию и рендерил в этом шаблоне. В результате у меня появился файл опревью.org, в котором были отмечены даты всех прошедших опревью и процесс стал супер простым. Начинается опревью, запускаем скрипт, скрипт делает выгрузку из джиры, проходимся по показателям, фиксируем, почему так было, что мы делаем в следующий раз и делаем это в тудушках. У тудушек есть дедлайн, дедлайны отображаются в адженде и, соответственно, ничего не забываем. Супер крутой, удобный процесс. Ну и делиться этим всем можно с помощью ГИТа. Гитлаб умеет орг файлы отображать в удобном виде, поэтому в целом очень удобная, классная штука. И, соответственно, когда я эту историю сделал, мне пришла в голову классная мысль. Зачем нужна джира? Вот это на самом деле концепт. Это в реальности не реализовано, но как бы как идея точно имеет место быть. Если кто попробует, поделитесь, пожалуйста. Мне будет очень интересно. В чем прикол? Что умеет джира для скрама? Джира умеет таски заводить, джира умеет эти таски в спринте организовывать, джира умеет мониторить начало спринта, окончание спринта и генерировать по спринту какие-то репорты. Собственно, репорты я уже сделал. Ну, то есть вот опревью — это фактически репорт по спринту. И кажется, что таски мы можем делать в виде оргмода, вот в орге есть эти тудушки, и, соответственно, можно сделать таски. А в спринте это можно организовывать с помощью тех же самых темплейтов, с помощью того же самого выполнения кода. И в workflow, и agenda, agenda — это доска. Ну, то есть типа есть спринтборд, в котором команда может прийти, посмотреть, что мы делаем в текущем спринте, какие задачки в каком статусе. В орге есть agenda. Agenda супер-кастомизируется и является хорошей заменой как раз скрам-борда. Поэтому как выглядит концепт? Смотрите. Вы сели с командой, загрумили бэклог. На основании бэклога создали набор тудушек, которые можно привязать к каким-то эпикам. Окей. Дальше вы написали формат в орге шаблона спринта, который состоит из даты начала, даты окончания, скоупа и, собственно, тасочек. Тудушки в орге умеют идти по workflow, to doing, progress, testing, done, настроить такой шаблон. И фактически у вас есть файлик в GTA, в нем перечислен весь продуктовый бэклог. Там есть прошлые спринты, их скопы, результат выполнения репортинга, текущий спринт активный и заготовки для будущих спринтов. Команда копирует, клонит эти файлы к себе на localhost и, соответственно, может смотреть в Emacs текущий спринт, текущий борт, может двигать задачки по статусу, может, соответственно, делать ретроспективу и все это делать в Emacs. С учетом того, что было выше, это значит, что в Emacs теперь можно программировать, в Emacs можно ввести задачки, в Emacs можно делать ретроспективы, в Emacs можно делать опревью. И самое важное, что в Emacs также можно делать Windows Management. То есть вы можете взять и сказать, что вот у меня Windows Management, это Emacs, Emacs x Windows Management, где у вас будут Emacs-овские кибиндинги в виде first class, то есть работать из любого места, и, соответственно, никуда не выходить из Emacs. В презентации не было картинок, я их оставил, но потом в мультике. Вот так выглядят тудушки. Смотрите, тут что есть. Тут есть верхние хидеры, тут есть тудушки в разных статусах, в todo и done. И вот справа теги, я обещал об этом сказать чуть позже. Тут вот у меня есть название проектов и имена тимлидов. По ним можно делать поиск, по ним можно делать агрегацию из орг-адженды. Это моя адженда на вчерашний день. Это адженда курильщика. Много просроченных дедлайнов. Самое приятное в том, что когда я это увидел, я вчера сел и где-то там часиков в 10 все это причесал. Мне стало стыдно. И фишка вот этой адженды в том, чтобы вам было стыдно. Вы когда смотрите на то, как вы ведете свои дела, вы сразу пытаетесь убраться в хозяйстве. Ну и немножко про код. Собственно, как обещал, тут можно делать код. Вот у меня здесь написано спринты. Это mainheader, который вызывает код из шаблона opreview.org. Это мой как раз шаблон, в котором я делал opreview. И вот он там init — это настройка коннекта в Jira. Load — это выгрузка данных из Jira по api. И print report — это, соответственно, рендеринг текущего спринта. Тут видно, что это год назад ровно было. Я эту штуку в авито сделал. И сейчас вот еще в Тинькофф не занес, но буду делать. Короче говоря, такой же формат с командами сделаем сейчас на работе. В заключении, собственно, call to action. Используйте e-max. Презентация написана в e-max. Вот только буквально товарищу выгрузил в PDF-ку. Поэтому у меня была другая история. Там был org present, который был бы гораздо красивее, но тут нельзя было. Нужно было на файлик. На файлик такой PDF получился. Ставьте exvm. Ну, собственно, это вместо гномов, вместо KDE-шки. Тайловый оконный менеджер. Там можно использовать e-max-овские кибиндинги. Кто не умеет, в e-max-овские кибиндинги, товарищ говорил. Там есть vim-овские кибиндинги, можно привязать. Все хорошо. И все хранится в git. То есть не нужно Jira, не нужен Redmine. Все, фигачите в git. В git-е код, в git-е менеджмент, в git-е статистика. Все в git-е. Я подарил еще минуту следующему докладчику. Давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Спасибо. Спасибо за доклад. Давненько таких интересных на эту тему не слышал. По поводу e-max-овспомню комментарий, такую ожиданную находку коллеги бывшего Антона Бояршинова. Он пришел к такому выводу, что где он осел, то есть где он постоянно есть, там у него обычно есть настроенный e-max. Где он набегами, то есть на чужих машинах, серверах, в ремянках, виртуалках, там у него vim. Я это все посмотрел четверть века назад, у меня в итоге осел vim. Тем, кто не смотрел vim-тутор, посмотрите. Особенно пользователи mc-edit. Это бьется по времени за две недели. Да-да, и e-max. В целом, как мне кажется, e-max есть смысл смотреть тем, кто собирается вникать в лисп. Лисп хорошо ложится тем, у кого шла символьная алгебра, то есть кто задачки считал не на калькуляторе, а сперва в символьном виде, а потом подставлял. Вот это такие вот кратенькие наблюдения. Это не вопрос, это комментарий. Я добавлю, короче, к комментарию. Там, где ты не осел, ты можешь .файлы склонить из гита и, соответственно, с помощью 100 раскатать их на том месте, где ты не осел, и у тебя в руках есть уже хороший настроенный e-max. Это как раз недоработка, надо включать по дефолту в образа. Вопрос следующий. Где вопрос? Вот у меня вопрос. Саша. А, вот же. Значит, смотри. Как при взаимодействии, когда несколько человек в команде будут работать с общими данными, находящимися в гите, будет этот процесс пул реквестов по проекту в твоей концепте реализовываться? То есть когда в команде есть общий гид, планировали, посмотрели. Хорошо. Если один ведущий коммитит и пушит, классно. Как они одновременно будут это делать в формате гита? Ты продумал? Я могу фантазировать? Да, да. Короче, я фантазирую. Фигачим прямо в мастер. Ресолвим конфликты. Ну, слушай, хорошо, понятно. Значит, я примерно такой же делал в период с 2011 по 2012 годы, тоже на оргмоде, но в итоге пришел к тому, что у меня внутри вот примерно так же, только оргмод организован немножко по-другому, а все равно идет экспорт в жирнику, но тогда еще в RedMine. Потому что когда пытаешься распространить на команду, упираешься в когнитивно-эволюционное ограничение. Сто процентов так. Кто-то это покупает, кто-то не покупает. Поэтому типа я не знаю, как это решить. Я поэтому спрашивал, кто тут Vim, кто тут Emax. Кажется, Emax было достаточно жидко в плане рук. У Vim было гораздо больше, поэтому кажется, что решение это типа чуваки, давайте поставим себе Doom Emax. Vim и так все знают, а дальше вот и когнитивную нагрузку убрали. Хотя у Emax должно быть больше. Так, Emax он проще, в смысле, да. Вопрос какой еще? Ты же выгружал из жиры, я не понял, ты выгружал ли обратно что-то в жиру? Я это использовал как опревью, да. Это статистика, которую я из жиры скатывал к себе, проходился с тем лидом, и дальше замечание коммитал в жид, и чувак из гита тоже себе клонил, и там это что-то работало. То есть в жиру я не выгружал. Погоди, вот я чувствую самый главный момент. Мы пользуемся редмайном, я вижу, что тоже пользовался редмайном, и возможно первый сценарий к продвижению такого рода концепта это научиться выгружать из жиры и редмайн какими-то стандартными шаблонами. А, слушай, выгружать из жира это изян вообще, но там есть опиха. В жире есть опиха, написать скрипт, выгрузки, это простая вещь. Покажи эту простую вещь, она не кажется всем такой тривиальной. А, слушай, по опихе как с жирой общаться? Ну, как бы, как, да, может быть, по опихе общаться. Что с этого получается? Вот этот шаблон, наверное, тоже был бы памятник. А, вот мой шаблон орг, да, который я показывал? Шаблон орг и какой-то вариант выгрузки из жира или редмайна в качестве шаблона тоже забить, было бы интересно. Да, давай, короче, после встречи. Кстати, в продолжение вопроса. Во-первых, маленький такой, но очень заметный салон в комнате. Жира — это атласиан, атласиан в том числе трэлла, и они нам кислород-то перекрыли не так давно. Что делать тем, у кого доступа к жире нету? Простым скромным студентам-разработчикам типа нас? Так, простые скромные студенты-разработчики берут, смотрят на тот слайд, который я говорил, что типа нафиг жира, давайте все в орге делать, и, соответственно, делаете шаблон спринта, да, в который ибо глок вашей задачей введете тоже в орге, в виде тудушек, настраиваете статусную модель этих тудушек и делаете свою как бы работу чисто с использованием оргмода без жира. Кстати, они, скорее всего, все еще трансляцию смотрят. Ребята, это, берегитесь там. И еще не хватает ссылки на тот самый этот шаблон, то, что вот все в гид, вот где, где? В гидхабе, скину. Окей. Ну, типа как-нибудь распространю. Хорошо, спасибо. А вот вопрос все-таки такой, нет, ну все здорово, и макс, все. Но вот в современных командах обязательно найдется какая-нибудь хоть одна паршивая овца, которая только с мобильными приложениями работает. Вот, в принципе, как-то, что? А там мета нет. Ну, вот, как вот, в принципе, эту систему? Можно ее к каким-то, там, к андроиду прицепить и так далее? Вот я что-то не припомню, как там с гидом на андроиде, вот чтобы это пробрасывать там на какие-то мобильные приложения. Так, кокерский, то есть, что мы хотим в мобилке смотреть? Ответ завтра будет про мобилки. Тудушки мы хотим смотреть в мобилке. Там, короче, есть оргзи, по-моему, такое приложение, которое умеет торгмод смотреть, прям, ну, приложение, которое рендерит торги. То есть есть? Да, 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 есть мобильное приложение. Коллеги, сейчас у нас кофе-пауза, поэтому я предлагаю продолжить обсуждение там. Тема очень интересная, потому что позволяет использовать эффективные инструменты для повседневных задач. Спасибо. Спасибо.